Добрый вечер. Добрый вечер. Это первое. Второе. Мне вот парни сказали, что есть вот про космос колонка, есть про музыку. И говорят, прочитай две. Давайте я прочитаю про космос, а потом покатят, прочитаю про музыку. Тем более, что про музыку практически ничего не написано. Называется полетели. Теперь... Слушайте, а можно, если есть эффект, убрать микрофон, чтобы ничего не было? Ну, значит, я уже просто как сова. Космос. Звезда, задыхающаяся в невероятности своего существования. Когита Эрдасун в шнурках Гагарина на красной дорожке космодрома. Крутизна ракеты Белевина в песочнице детского сада. Мальчик, ты кем хочешь быть? Космонавтом. Каждый второй ответ. Лица героев Советского Союза в мундирах, отливающих оловом. Профили, анфасы, улыбки. Недосягаемая Терешкова. Музей Циолковского в колоде. Гений Сергей Павлович Королёв. Байконур. Степи. Подъём в 4 утра. Тренинг вестибулярного. Еда в тюбиках. И они парят, парят, парят там в своих капсулах. А вся страна в тренингах, экзасальных майках, алкоголичках. Не дышит в коммунальных кухнях у чёрно-белых телевизоров. И вон-ка стынет у дяди Фимы. Вот это тайны. Вот это бездна. Не так ли? А вот уже не так ли. Уже никто не задирает могушку вверх. И через менструально-пубертатные отчаяния германики не шепчут. Хочу быть космонавтом. Даже если шепчут, то как минимум, максимум тихо. Чтобы, не дай бог, Петя из 7-го Б не словил. Словит ржак это погребальные даже после. Нет и нет и нет. Я хочу быть продюсером. Я толком не знаю, что он должен делать. Однозначно он толстый и важный. И денег дофига. И тёлки. Дорогая тачка с музлом. И он живёт по ночам. Когда быдлы засыпают в своих беспонтовых сотах, Он выруливает на охоту и гонщит без шуна по беспробочной Москве. Но чем мне ракета, блин? И чем мне космонавт? Я хочу быть дизайнером. Папа, купи мне пару дешёвых тётенек-закройщиц. Пару манекенов, чтобы я нацепила на них свои уродские платья и штаны. Назвала это словом коллекция. Ещё папочка, лапочка. Купи мне билет в первый класс самолёта. Москва, Париж, Нью-Йорк, Лондон, Москва. Чтобы, вернувшись из столиц моды, Я нагрещала надутым товарным, Когда меня приняли и однозначно полюбили. Плевать, что я гоню, никто ж не проверит. Я хочу быть журналистом. Я хочу быть журналистом. Мать его, я правда писать толком не умею. Но ёлки-палки, слово папарацци. Такое клёвое и модное. Какая хрен разница, сколько там С, П, Р. И такая, и точно никакая хрен разница, Что это вообще-то фамилия от Феллини, а не налицательная. Я об этом, конечно, не знаю. Точнее, как сейчас говорят, когда садятся в лужу, Я не в курсе. Нам, журналистам, из Нахальбина и Бирюлёва, Это не важно. Нам важно преданно смотреть в глаза Робе и Емельянову, Держа бокал пино вправо, И сдержанно улыбаясь, чему-чему, чему-чему, Чувственным ртом, Чтоб потом выдыхать в сотовое. Машка, а он ничего, Машка, не жаль, что мы с тобой в тело, Машка. Так вот, чтоб вы все знали, Я не хочу быть поэтом. Все поэты ботаны, ещё чего. Я дурак, чтоб книжки писать. Ещё придумайте, чтоб я зашёл в дом книги, Её такую тяжёлую купил. Я не хочу быть ветеринаром. Ну, блин, это вообще позор. Деревня Крюково, станции петушки, Коровы, овцы и облепленные на озвенке, Значит, фу, ещё чего. Добрый доктор, айболит, он под деревом сидит. Я вас умоляю, не спешите. Я не хочу играть русский рок. Фу, стареёк. Я буду играть модную музычку, И желательно, чтоб хватало одного пальца правой руки. А больше не надо. И так, закинувшись, можно по три часа долбать. Три ноты, охренев от успеха в кафе. 34.05, или 54.08, или 44.76. Один фиг, такая разница. Всё равно занёс через сезон. Инженером я быть не хочу, разумеется, тоже. Привет, Эльдар Рязанов. Романтика чертёжных бюро и служебных романов за плечами Вместе с этими же плечами в румынских стенопитных коричневых габаратиновых пиджаках. Привет, Эльдар Рязанов. И пока. Учиться кротом, а после получать два рубля. Ещё чего? А, ещё секунду! Ой, припитка! Стоп! Так вот, два рубля? Ещё чего? Так вот, чтобы вы все знали, я не хочу быть космонавтом. Это уже откровенная какая-то дурь и блажь. Слушайте, ну лётчикам куда ни шло. Но космонавтам время тратить только. Вред какой? Ещё чего? И за что горбатится ток? А теперь, ребята, по существу, до какого предела должна была опуститься страна, чтобы её молодость харкать хотела на небо? До какого состояния нужно было довести страну, чтобы её народ поголовно спал и мечтал стать торгашом, или барыгой, или жульём, или халтурщиком, или авантюристом от искусства? Желательно, кстати, всё это совместить. Всё в одном флаконе, стопроцентный результат. Я хочу в Советский Союз. Страшное заявление, я понимаю, но у меня нет сил наблюдать циничных подростков, которые не умеют плакать. Ещё чего? Которые песен не знают. Ещё виноградную косточку затяни, чтобы на всех дико продвинутых посмешить. Ещё чего? Которые стесняются своих предков, предков, вкалывающих, как папы Карла, и всё, блин, мало. Мам, можешь до школы не провожать? Дальше давай я сама. И смотреть в спину, слава богу, свалила в своих уродских сапогах. О, Верки, мать, что надо? Клёво прикинуто. Чтоб Верка мою увидела? Позорище. Ещё чего? Меня тошни. Я хочу в Советский Союз. Хочу в страну, где все знали маленького принца. И за книгами были очереди. В страну, которая плакала 27 марта 1968 года. В страну, мальчики, которые крутили на качелях солнышко, соревнуются, кто больше продержится. В страну, девочки, которые пришивали маншеты к рукавам школьной формы и до 10 класса заплетали косички. В страну, которая гордилась. В страну, которая верила. В страну, которая любила. В страну, которая страдала. В страну, которую никто не предавал самых чудовищных мыслях. В страну, из которой не бежали как тараканьё во все стороны света. В страну, которую любили. В страну, в которой каждый уважающий себя пацан хотел стать космонавтом. В страну, где жила мечта. Мне не хватает воздуха. Я в каком-то безвоздушном пространстве. Я хожу по улицам осенней Москвы и наблюдаю людей. Я хочу влюбляться в них, но вместо лифт вижу прорези для глаз и пробоины ртов. Они несутся, они торопятся, снуют серьезные, закрытые, резонные, скучные, стерильные, офисные, гладкие, под кальку богатые, одинаково бедные, средние, земные, приземленные, засемленные, чудовищно, скупо, некрасиво, невысоко. Влюбляться не в кого. Я хожу и смотрю на небо. Я люблю его любым, хмурым и перистым, мокрым и солнечным, глубоким и отражающим. Люблю, когда летят облака. Люблю, когда в небе снег. Люблю, когда оно высоко. Люблю, когда на бровях. Я люблю небо своей стороны. И не вменяйте мне приступ патриотизма, пожалуйста, идите к черту. Я просто чувствую свои корни. Они прорастают во мне венами, во всей вертикали тела. Это пленительный экзистенциализм, космический. Пока есть космос, есть Земля. Все хорошо, ребята. Все хорошо. Все хорошо. Полетели. И по скриптам. Милые, не приглашай меня, пожалуйста, смотреть фильм «Гравитация». Это дешев. Это не космос. Это не наш космос. Давай посидим дома и в 234-й раз посмотрим Менхаузена. И когда Олег Иванович Янковский в 234-й раз станет подниматься в небо в своих невероятных собаках с невероятной улыбкой, нам станет невероятно грустно и невероятно светло. Ведь космос действительно как предчувствие. спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что касается музыки? У меня вот совсем чуть-чуть, один листик. Там дальше стихотворения, стихотворения не будут. Ну, тут очень просто. Просто тут из уважения к журналу «Русский пионер» я написала такое. Они мне говорят, напиши про музыку. Я говорю свои дни, я не буду писать. Они говорят, ну как, напиши. Я говорю, ну я не... В том смысле, что я, конечно же, хочу, но... Я написала так. Я не могу написать о музыке. Для этого нужно умереть. У меня пока не получается. Более того, в это утро, когда такое яркое и беспощадное ноябрьское солнце, сложно поверить, что когда-нибудь будешь лежать в земле, а над тобой будут ходить сапоги и разговоры. Это не для нас вовсе. Не старых, разноцветных и бодрых. И тем не менее неоспоримо. Однако в клуб «27» я, безусловно, давным-давно опоздала. А иных клубов в «Кром-н-ролле» не заведено. Либо «Августик Эмми», либо «Предь» в канале «Ностальжи». Печпокивая, смакуя свою молодецкую молодость, счастливую голодьбу, трудности ранних лет, первую гитару, запои. Знаете, а мы так бухали. Ой, какие мы здоровые были кабаны. И чебечет боги-воги ветеран. И волосики пушатся в контролу. И студия умиляется, и пьет, разумеется, чай. Разумеется, липтон. Разумеется, из желтых покрытых, изнутри ржавчиной чашек. Уволите. Я не могу написать о музыке. Потому что это для меня то же самое, что расписывать вкус своей крови, или пить свою грудную молоку как-то противоестественно. Вам не кажется? Раскатать себя на молекулу означает решиться на аутодофе. Да если бы огонь, а то аутодофе в чернилах. Какой смысл, какая цель? Кому-то понравится, чтобы самой себе объяснить, откровенничать. Шелуха слов не более. Песни объяснять пустое. Даже тексты в книжках выглядят дико и несуразно. Ибо смысл-то между строк. В этот момент я улыбнулась и чему-то обрадовалась. Я не могу написать о музыке, потому что это означает полную капитуляцию. Читая импотенцию. Тот, кто музыку пишет, а музыки не говорит. И Вайси Верса. Кто может так подпрещать о музыке, как правило, ничего стоящего не создает. Дура Лэкса, Блэкс Пардон. Поэтому давайте сбросим меня со счетов на сей раз. Ну, я правда бы написала, но в 93-м году случился Питер, в котором родилась группа «Ночные снайперы», и стала делом моей жизни, моей судьбой. И в 93-м году я забила на университет, а после не стала офисным клетком, журналистом, сапожником, бекарем. И учительница русского для иностранцев. Погибла во мне молниеносно, сгорев мамиными надеждами, как чучело маслом за накануне Пасхи. В 20-м году я долбаю свои концерты, делаю это настолько стервенело и упоительно, что очень часто сама себе задаю вопрос. Моя музыка — это капкан, петля или дорога в небо? Вот об этом бы я и написала. Но, к сожалению для вас, и к счастью для меня, ответ пока не найден. И найден будет только тогда, когда моя музыка закончится. Вот тогда и поговорим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...